и снова здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас продолжается 23 марта и следующий мой выпуск будет экстренным не экстренным принтер внеплановым да потому что сейчас я в основном описываю события войны на украине но это событие я просто не мог обойти дело в том что сегодня российский президент владимир путин сообщил о том что теперь ну связи с тем что недружественные страны не хотят россии работать нормально по долларами евро им она будет продавать свои энергоресурсы первую очередь я так понимаю дали не только энергоресурсы за рубли и соединенные штаты америки и ес объявили принципен дефолт настоящий по своим обязательствам перед россией и теперь в мире каждый знает и так-то подозревали а теперь знает каждый что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнен я уже давал определение подобным действием не буду сейчас здесь даваться в детали но совершенно очевидно что в этой связи на поставлять наши товары и в европейский союз в соединенные штаты и получать оплату в долларах евро ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты начнем с этого нашего природного газа перевода оплата нашего природного газа поставляемого так называемые недружественные страны за российские рубли причем на этом сообщении российский рубль впервые за много дней укрепился выше 100 долларов за один американский доллар а соответственно который обычно европа покупает у россии пока еще за доллары скакнул сразу 1200 копейки до 1350 долларов за тысячу кубических метров таким образом рынок отреагировал и показал тенденции то есть тот чем конечном итоге закончится это обещание путина причем подчеркиваю россии пока еще никаких санкций европе не объявляла то что сегодня было заявлено российским президентом это просто ответная реакция на действия европейского союза который же сам захотел не работать с россией по евро но соединенные штаты америки соответственно по доллару причем одновременно с этим пришло сообщение о том что саудовская аравия и китай ведут переговоры о том чтобы перейти постепенно перейти на взаиморасчеты за юани то есть саудовская аравия будет продавать нефть китаю за юани и это как мы понимаем цепная реакция то есть те страны которые открыто поддержали россию вернее ну не открыто а вот просто поддержали россии не поддержав санкции запада а это три четверти всего мира по населению вот они постепенно будут переходить на рубли и юани и торговлю в национальных валютах а доллары и евро очень скоро станут никому не нужны причем каким это последствиям приведет первую очередь для европейских стран ну и соответственно для соединенных штат америки посчитать не трудно они-то привыкли как труд не жить в долг принципе потреблять больше чем производят а когда эти доллары и евро будут никому не нужны то соответственно очень быстро уровень жизни граждан и сша европейского союза начнет падать и не случайно именно сейчас президент франции эмануэль макрон заговорил вдруг о продуктовых карточках для населения это тот самый макрон который несколько дней назад рассказывал стратегии победы над россией мы ее задушим экономически то через несколько месяцев через максимум года россия приползет на коленях и будет умолять о пощаде а карточки продуктов почему-то вводит франция я расскажу как будет на самом деле на самом деле никто ничего ни у кого просить не будет сама же франция продаст россии за рубли то что россии будет критически важно критически нужно те самые критические товары критический импорт о котором сегодня много говорят когда ты захочешь жрать и захочешь сидеть в тёплом доме ещё не так раскорячишься а то раз как россия не будет получать процессоры так а вы их не сможете выпускать по той же причине потому что россия если захочет уже вводить вам санкции вы их вообще не сможете выпускать. Только у России в целом будет полная самообеспеченность и по продуктам, и по энергетике, и вообще по основным промышленным товарам. А вот у вас начнется настоящая проблема. И поэтому кто кого задавит экономически, а подчеркиваю Россия пока еще на эту войну не явилась, она просто предпосабливается к тем санкциям, которые вводят против них тот же самый Европейский Союз. Так вот кто выиграет эту экономическую войну, очень большой вопрос. Лично у меня сомнений больших нет. И население Европейского Союза на своей шкуре скоро об этом узнают. И все эти события на самом деле взаимосвязаны. Я уже говорил, что то, что сейчас происходит на Украине это всего лишь эпизод. На самом деле самое главное борьба сегодня идет за передел сфер влияния в мире. И в первую очередь это должно было сказаться на значимости доллара и европейской валюты. Их статус обязательно будет поколеблен. Более того, сейчас уже можно предполагать, что в следующем году у Европы и у США будут колоссальные экономические проблемы, с которыми и надо будет бороться. А Российская Федерация пока Европа не может обойтись без российского газа и нефти, она будет все ей необходимое критическое оборудование закупать за рубли. Те рубли, которые потом нужны будут Европейскому Союзу для закупки российского газа и нефти. А европейцы, ну как говорится, европейцы сами выбрали, что хотели. Просто европейскому населению не объяснили, чем для них все это кончится. А кончится, как я сказал в одном из предыдущих обзоров, это тем, что в Европе постепенно будет сужать демократию, вернее там уже от демократии почти ничего не осталось, и постепенно там будет создаваться тоталитарное общество. Потому что по-другому в условиях быстрого нищания населения удержать ситуацию под контролем европейские правительства просто не смогут. И самое простое, во что они могут скатиться, это в обыкновенный нацизм. Причем они уже начали туда скатываться, начиная показывать пальцем на русских, как на основную их проблему. И как тут не вспомнить пастора Мартина Немеллера, который в свое время описал, каким образом нацизм победил в Германии в 30-е годы. Когда нацисты забрали коммунистов, я молчал, я ведь не коммунист. Когда они посадили всех левых, я молчал, я ведь не левый. Когда они забрали всех профсоюзных деятелей, я не протестовал, я ведь не профсоюзный. Когда не забрали всех евреев, я молчал, я ведь не еврей. Когда они пришли за мной, уже некому было протестовать. Сегодня европейцы уже пришли за коммунистами, то бишь за русскими. Т.е. первый шаг, который гитлеровская Германия сделала в 1933, уже сделан. Кто будет следующим, не знаю. Но то, что будет следующим, это без вариантов. Но оставим старушку Европу в покое, вернемся к России. Россиян я могу поздравить с тем, что наконец-то сегодня страна обретает свою настоящую полноценную экономическую независимость. И не только от американского доллара, а вообще от этой глобальной системы, где англосаксонские государства оглавенствуют и давят всех. Причем, наверное, в какой-то степени очень символично, что именно сегодня Анатолий Чубайс, которого многие россияне ассоциируются с так называемыми демократическими реформами 90-х, написал заявление об отставке по собственному желанию. И таким образом эта отставка в какой-то степени символично подводит итог под прошлым и открывает перед Россией двери в будущее. И каким будет это будущее, на самом деле, зависит уже от самих россиян. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. На этом пока все. Следующий выпуск. Планирую подведение итогов ситуации на фронтах, который выйдет, наверное, в районе 22-23.00 по Москве. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok